МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На ледовой арене состоялось открытие второго сезона ночной хоккейной лиги. Премьерой спектакля Руслан и Людмила Театрфест открыл новый сезон. Подробности в материалах наших корреспондентов. 14 октября в России прошел единый день голосования. Выборы разного уровня состоялись в 77 регионах России, в том числе и в Подмосковье. Мытищенцы выбирали главу района. В течение всего дня съемочная группа нашего телеканала следили за ходом голосования. День голосования в Мытищенском районе ознаменовался на редкость хорошей погоды. Прозрачность нынешних выборов обеспечивалась тремя факторами. Наличием на избирательных участках веб-камер, присутствием в помещениях для голосования наблюдателей от большинства кандидатов и, наконец, установкой комплексов обработки избирательных бюллетеней КАИБов. Проблем с ними не возникало даже у старшего поколения. При необходимости члены участковых комиссий консультировали голосующих, как правильно опустить бюллетень. Сегодня КАИБы, как положено, по инструкции начали свою работу в 7 утра. Мы их протестировали и в 8 часов приступили уже к стационарному голосованию. Никаких проблем у нас не возникло. Жители подходят, голосуют, опускают бюллетень в сканер. Он их встречает, комментирует, что голосование совершилось. Здесь очень культурно, вежливо прощается. И все жители, голосущие, довольные, уходят. Здравствуйте. Бюллетень обратный. Спасибо. Как всегда, на участках с нетерпением ждали впервые голосующих избирателей. Тех, кому исполнилось 18 лет. В этом году для них подготовили оригинальные сувениры. Набор магнитов с изображением достопримечательностей Матищинского района. Утром на свой избирательный участок пришел глава Матищинского района Виктор Азаров. Но первым из его семьи проголосовал сын Алексей, врач Матищинской городской клинической больницы. Старший сын первый проголосовал. Он сегодня с дежурства. Он дежурил в больнице. Мы с супругой проголосовали. Младший чуть попозже. Но младший поспать любит, поэтому попозже придет. На должность главы Матищинского района претендовали пять зарегистрированных кандидатов. Виктор Азаров, Андрей Алешкин, Андрей Галышев, Евгений Гамлецкий и Михаил Соколов. Их имена были включены в избирательные бюллетени. Михаил Соколов проголосовал на избирательном участке номер 37, расположенном в 28-й школе. На выборы нужно идти, чтобы обеспечить себе, своим детям в дальнейшем нормальную, хорошую, счастливую жизнь. Мы ее сами выбираем, поэтому должны сами за нее и проголосовать. Кандидат Андрей Галышев, житель микрорайона Леонидовка, голосовал на избирательном участке номер 12, во втором лицее. Для него именно этот день выборов особенный. Сегодня самый важный день, сегодня решается судьба района. И я сам пришел на избирательный участок, все мои друзья, родственники придут на избирательный участок. И в такой день вообще нельзя сидеть дома. Нужно приходить, голосовать. И только так можно изменить судьбу нашего района и сделать нашу жизнь лучше. Школа новостройка номер 31 в микрорайоне номер 15 была открыта полтора месяца назад. В середине дня ее посетил летчик-космонавт, герой Советского Союза и герой России Сергей Крикалев. Как лидер общественного мнения он посмотрел, как организовано голосование, обратил внимание на новое электронное устройство КАИБы. Выборы проходят очень спокойно, открыто. Стоит новая система голосования, которая позволяет сразу обрабатывать бюллетени. Поэтому каждый видит, куда его бюллетень падает. Поэтому я даже не вижу, что здесь какие-то проблемы могут возникнуть. Сделано все, чтобы этих проблем не было. Визит космонавта стал событием для всех работников учебного заведения. Сергея Крикалева провели по школе, показали просторные классы, бассейн. Он высоко оценил и само помещение, и его оснащение. Галина Данилова, Татьяна Захарова, Марина Стафойна, Константин Бондаренко, Максим Ханкишиев, Константин Химичев, ТВ «Мытищи». Безоговорочная победа на выборах главы Мытищинского района досталась Виктору Азарову. Инаугурация состоится в понедельник, 22 октября. А мы продолжаем программу. В четверг на арене Мытищи состоялось открытие нового, второго сезона ночной хоккейной лиги. В нее входят любительские команды со всей страны. Инициатором создания лиги год назад был президент России Владимир Путин и ветераны отечественного хоккея. На грандиозном мероприятии побывала и наша съемочная группа. В России тоже есть своя НХЛ, только переводится аббревиатура как «Ночная хоккейная лига». Этот вид спорта – один из любимейших в России. И у нас существуют сотни любительских команд, которые играют на очень высоком уровне и проводят свои турниры на местах. Идея объединить их в общероссийскую лигу принадлежит президенту России Владимиру Путину. И в декабре прошлого года открылся первый сезон НХЛ. Честь открыть второй сезон выпала именно Мытищем. Мероприятие вылилось в настоящий праздник для всех, кто любит хоккей. Сюда съехались как болельщики, так и игроки со всей Московской области. Не только люблю, но и им занимаюсь. Вернее, занимается мой ребенок уже давно, седьмой год. Забивать голы и бороться. Третий период самый тяжелый. Тем более, когда проявишь там 1-0. Они бортуются, выкидывают шайбу. Тяжело у нас. Еще такие защитники. Открыли хоккейный праздник автограф-сессии «Легенд отечественного хоккей» и профессиональных хоккеистов, играющих в КХЛ. Все желающие получили автографы и памятные надписи от Александра Могильного, Александра Якушева, Сергея Федорова, Павла Дацука. Рядом с местом проведения автограф-сессии были выставлены Кубок мира и Кубок Гагарина, как стимул для всех, кто играет в хоккей, пусть и на любительском уровне. Перед матчем организаторы праздника устроили настоящее феерическое зрелище с концертом группы «Ума Турман» и ледовым шоу «Илья Вербуха», где блистал несравненный Алексей Ягудин. «Легенд отечественного хоккей» И после этого вышли две команды, открывающие второй сезон. На ледовой площадке одной из лучших хоккейных арен России сборной Московской области во главе с губернатором Сергеем Шойгу выступала против сборной звезды ночной хоккейной лиги. Дорогие друзья, при поддержке Матищинского байк-клуба «М-8» мы рады представить вам команду звезды ночной хоккейной лиги. Номер первый – Владимир Пышкин! За несколько минут до первого вбрасывания шайбы участники матча и посетители арены увидели на Кубе приветственное обращение президента России Владимира Путина. В декабре нынешнего года ночной лиги исполняется всего лишь год. Но за это время вы многое успели сделать. Объединили под своими знаменами огромную армию ненамышленников из многих регионов стран. Команда Московской области состояла из министров правительства, хоккеисток, из женской команды «Торнадо» и юных спортсменов. Игра получилась напряженной и яркой. Исход встречи решила девушка Инна Добанюк. Именно она на последних секундах встречи реализовала булит. Итог – 11-10 в пользу сборной команды Московской области. Праздник получился. Сезон российской НХЛ открыт. Финал пройдет на Олимпийской арене в Сочи уже в мае 2013 года. Галина Данилова, Александр Славин, ТВ «Мытищи». В Мытищинском районе регулярно выходят в свет книги по краеведению, благодаря которым можно изучить историю родного края, биографии выдающихся людей, увидеть старые фотографии и открытки. На днях в Театре Фест прошла выставка продажи краеведческих изданий. Собранные средства пошли на благотворительные цели. На выставке продажи были представлены более 30 книг, изданных по инициативе при помощи администрации городского поселения Мытищи и Мытищинского района. Читатель узнает много интересной, уникальной информации о нашем крае. Далеко не каждое муниципальное образование может похвастаться подобными изданиями. Здесь по праву можем гордиться, причем их большое количество. И они выходят с очень большой интенсивностью. И, конечно же, вот это мероприятие, которое позволяет мытищинцам эти книги приобрести, все-таки они не имеют такого широкого доступа в различные книжные магазины. Это, скажем так, наша местная книжная продукция. Вот здесь как раз тот самый счастливый момент, когда мытищинцы могут прийти и приобрести эти книги. На выставке можно было увидеть и новые, недавно изданные книги. Мытищинцы Евгения Дымова, Юрий Баронкин, Татьяна Литвиничева, Геннадий Смирнов и Виктор Хамутский совместными усилиями написали книгу «Мытищи. Улицы нашего детства», где рассказали о воспоминаниях своего детства, военное и послевоенное время. Валентин Маслов представил свою книгу «Канал имени Москвы». Красочные мытищинские пейзажи опубликовал художник Владислав Скок и назвал их «Этюды». А Геннадий Милентьев и Мария Клышникова представили книгу «Привет из мытищ», которая состоит из старых открыток. «Как-то мне попалась открытка, относящаяся к мытищам, я решил, думаю, дай, я буду собирать мытищи. Оказалось, это трудная задача, потому что город маленький, соответственно, открыток было издано не так уж много, но собрал более двухсот штук, которые, в общем-то, освещают все самые интересные места, мытищи и окрестности». «Вот такие почтальоны издавались для больших городов. Были почтальоны московские, санкт-петербургские, киевские». «Да, да, а это открытка уникальная всего маленького тиража». «Да, для такого маленького места, как мытищи, это уникальная открытка». У посетителей выставки была возможность приобрести сувенирные книги по минимальной цене и получить автограф на память от автора. Все вырученные от продаж средства пошли в фонд помощи детскому дому-школе музыкального воспитания. Отец Семен, настоятель храма в поселке Поведники, пришел на выставку, чтобы приобрести книги любимого автора Валентина Маслова. Узнав, что ярмарка носит благотворительный характер, очень обрадовался. «Приход был конкретному человеку с его книгой, а оказалось, что я попал на целую распродажу, причем распродажу благотворительную. Если эта традиция будет и дальше продолжаться, безусловно, очень многие люди откликнутся. Я уверен, что как церковные, так и светские лица примут участие непосредственно». Также на выставку пришла Ирина Радко из детского юношеского центра «Турист». Ее воспитанники очень интересуются мытищинским краем. Они постоянно участвуют во всевозможных краеведческих конкурсах и мероприятиях, представляя наш район. Ребята всегда рады новой литературе о родном крае. «Для нас сегодняшнее мероприятие – это большой подарок, на самом деле, потому что здесь нас пригласили сразу несколько краеведов – и Уралова, и Смирнов, потому что знают там и Мария Альбертовна Клычникова. Наш интерес ко всему. Поэтому, к сожалению, набрали больше 20 книг. Даже теперь непонятно, как нести. А потом, конечно, очень приятно, что такая акция сочетается еще с тем, что идет помощь детям». Выставка завершилась презентацией новых книг. Их авторы рассказывали о том, как создавались книги, делились своими воспоминаниями. Татьяна Захарова, Максим Назаров, ТВ Матище. К другой теме. Сотрудники полиции закрывают пункты продажи курительных смесей. Дело в том, что ингредиенты, входящие в их состав, зачастую не значатся в списке запрещенных к продаже веществ. Поэтому торговцы-дурманам, не стесняясь, рекламируют и реализуют свой товар. Однако сотрудников правоохранительных органов такой напор со стороны наркодилеров не останавливает. На днях полицейские провели рейд и закрыли еще один пункт по продаже курительных смесей. За этой дверью с безобидной вывеской торговали веществом, возможно, вызывающим наркотическое опьянение. Но сегодня у продавца этого магазинчика день не задался. Сюда пришли с обыском сотрудники Матищинского УВД. Помимо благовоний и кальянов, о которых гласит вывеска на входе, полицейские обнаружили на стеллажах 60 пакетиков с растительным веществом и самодельное приспособление для его употребления, а также деньги, вырученные от продажи. Продавец курительной смеси воспользовался правом не свидетельствовать против себя, которое гарантирует ему Конституция, и на контакт с правоохранительными органами не пошел. Я отказываюсь давать отказания. А что вы здесь делали? Зато покупатель оказался более разговорчивым. Сколько вам лет? 19. Почему сюда пришли? Попробовать. Первый раз? Да. Зачем? Просто расслабиться. Что ждали? Не знаю. Просто расслабиться хотел. Где-то прочитали? Ну, раздают какие-то всякие визиточки там. Взял, позвонил, узнал адрес. К сожалению, информация о такого рода заведениях сегодня доступна. Вот такое объявление наша съемочная группа заметила возле одного из учебных заведений Мытичинского района. Можно сказать, что этому молодому человеку повезло. Необдуманный шаг ему помешали сделать полицейские. Теперь, по словам незадачливого покупателя, у него есть повод задуматься о будущем и, возможно, наконец-то устроиться на работу. Однако в этот будний день раскаившийся юноша был не единственным покупателем. Пока оперативники составляли протокол, в магазинчик один за другим заходили посетители. А может, можно ли? Вы тоже первый раз? Что можно рассказать? Что вам рассказать? Что здесь выдаётся? Спасик. Спасик какой-то? А вам для чего он нужен? Курить. Для чего? Вы знаете, что там содержится? В поисках острых ощущений за подобным товаром частенько заглядывали ребята, едва достигшие совершеннолетия. По словам полицейских, решить эту проблему им могут помочь родители молодых людей, вовремя обратив внимание на то, чем заняты их дети в свободное время. Ведь вещества, входящие в состав курительных смесей, обладают опьяняющим действием, в состоянии которого люди могут совершать необдуманные поступки. Вещество, изъятое во время обыска, будет направлено на исследование, после чего решится вопрос о возбуждении уголовного дела. Этот пункт продажи подозрительного вещества, по данным оперативников, был последним на сегодняшний день в Матищинском районе. Уважаемые жители Матищинского муниципального района, если в дворе, в подъезде вашего дома, вы регулярно наблюдаете компанией людей, после которых остаются одноразовые шприцы и пакеты, и у вас есть подозрение, что они употребляют наркотические вещества, необходимо незамедлительно позвонить в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России Матищинской по телефону 581-7401 или по телефону 02, а также на телефон доверия 583-1370. Не оставайтесь безучастными, ведь среди людей, на несчастье которых наркоторговцы зарабатывают деньги, могут оказаться ваши друзья или родные. Надежда Трифонова, Максим Назаров, ТВ Матищин. Новости культуры. В картинной галерее открылась персональная выставка фотохудожников Алексея и Елены Шутько. Этой экспозиции галерея открывает цикл фотовыставок молодых авторов, который продолжится в следующем году. Небо, самолет, девушка. Эти три образа стали удачными составляющими экспозиции. Для молодых фотохудожников супругов Алексея и Елены Шутько это первая персональная выставка, хотя они уже 10 лет профессионально занимаются фотографией. Их работы отличаются особенной эстетикой. Наполненные воздухом, они вызывают теплые чувства и эмоции. Нежные, задумчивые, мечтательные, загадочные женские образы и прекрасные, бесконечные, изменчивые небеса. Параллель, проведенная между ними, не случайна, ведь красота женщины сравнима лишь с красотой небес. В данном зале, да, скажем так, представлена экспозиция, которая условно разделена на облака и на женский образ. Вот, поэтому облака, соответственно, это не постановка, это поймать момент, вот, состояние природы. Именно портретная фотосессия, конечно, каждая фотосессия проводилась с очень долгой подготовкой. Там работал и стилист, и визажист, и сами девочки модели. И, соответственно, образ, все это продумывалось, обсуждалось. Лирически по настроению, сдержанное по колориту, черно-белые и цветные фотографии супругов Шудько представляют собой подлинные картины, написанные светом и тенью. Они отражают образы людей и природы, настроение авторов и их фантазии. Фотография – это часть художественного восприятия, инструмент, который позволяет остановить мгновение нашей жизни, выразить настроение и передать все это зрителю. Как у любого мастера, у Елены и Алексея есть кадры, которые мечтаешь запечатлеть. Двойная радога с молнией была, выпрыгивающая рыба из воды была. Осталось, наверное, я не знаю, сфотографировать. Инопланетяне. Не знаю, не знаю. Ждем. Наверное, это то, что получится, не сказать. Это то, что будет случайный какой-то кадр. На фото-выставке представлено более 50 работ. Мытищенцы смогут любоваться на них до конца ноября. Галина Данилова, Константин Химичев, ТВ «Мытищи». Смелый эксперимент на сцене театра «Фест». Первая премьера в новом сезоне. Произведение Пушкина «Руслан и Людмила» поэтическое, а не драматическое. Но, несмотря на это, режиссер Александр Каневский решился на его постановку. Сегодня вечером официальная премьера спектакля «Руслан и Людмила». А накануне состоялся его первый показ. Режиссер Александр Каневский, поставивший в «Фесте» спектакль «Женитьба, Марютка и Поручик», на этот раз реализовал давнюю мечту театра о включении в репертуар спектакля по произведению Александра Сергеевича Пушкина. Это для меня первый опыт с Александром Исааковичем работать. Очень положительный опыт. Я по первым работам, по «Марютке» и по «Женитьбе» слышал. Просто наслышан был, что он очень дает такую положительную энергию, и с ним легко работать. Вот с ним хочется работать. Сергей Гришаков исполнил в спектакле роль Черномора. Отрицательный персонаж, который является двигателем сюжета любого спектакля, особенно сказочного. Его противоположность – положительный Руслан, романтик, герой. Содержание пушкинской поэмы передано в спектакле. Великий российский князь Владимир выдал дочь свою Людмилу за князя Руслана, но злой волшебник Черномор похитил ее в первую брачную ночь. Храбрый Руслан преодолел бесчисленные препятствия, победил трех сильных соперников, невзирая на ужасную силу колдуна Черномора и колдунь Енаины. Вырвал ее из когтей чудовища и возвратился с ней благополучно в Киев к узнуренному печалью и уже начинавшему терять надежду свидания с дочерью Владимиру. Форма спектакля изобилует многочисленными находками. У меня роль, которой нет в тексте, но у нас в программке прописана дева красоты чудесной. Мы такие олицетворения женственности в спектакле. Как я это воспринимаю? Мы и девушки, которые празднуют на свадьбе, и девушки, которые завлекают род мира. И у нас одна девочка рыбачка. Мы перевоплощаемся в волшебство коварной Наины. Мы такие перевоплощающиеся персонажи, которые идут сквозь весь спектакль. Может быть, мы немножко рассказчики. В создании спектакля большая роль принадлежит художнику-постановщику Ирине Титаренко и балетмейстеру Ольге Насыровой. Именно они создали образы, подсказали, как двигаться актерам, связали динамичные танцевальные сцены. По словам зрителей, спектакль смотрится на одном дыхании. Практически каждая сцена срывала аплодисменты зала. Марина Стафунина, Максим Назаров, ТВ Матищи. И нависла туча над тобой, и голос оскорбленной чести меня к отмщению зовет. Уважаемые телезрители, в 21.10 смотрите новый выпуск мультновостей, а в 21.15 программу «13 минут» с генеральным продюсером, с участием продюсера и ведущей канала ТВ Матищи Ирины Матвиенко. Эфир нашей телекомпании вы можете смотреть в режиме онлайн. Новости программы и спецпроект на нашем сайте www.tvmy.ru. А я на этом прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин